Директор компании Drive Electric Скажите, вот Москва все-таки готовится к тому, что мы пересядем на электробусы Но почему-то этого так долго не происходит, все выбирают, выбирают В чем особенность этого электробуса? Я понимаю, что он российский, но немного подробностей нам именно об этом Да, этот электробус предназначен для подзарядки на конечных остановках 6-20 минут, проезжает маршрут, быстро подзаряжается, едет обратно В этом концепции Для чего это нужно? Чтобы обеспечить максимальную пассажиру вместимость на уровне дизельных машин 85 человек Ну и низкопольность, вы видите, низкий пол Это очень сложно сделать Есть машины, как правило, в Китае, например Большие мощные аккумуляторы на целый день Но зато это съедает пространство Вместо пассажиров возим аккумулятор Плюс это дорого, да? На 30% меньше У нас же все как дизельные машины, один к одному Основное отличие И быстро подзарядка То есть, получается, нет какого-то вот этого огромного аккумулятора Да, который занимает вот там заднюю связь Еще где-то И он тяжелый А машина ограничена по массе Нельзя больше там 18 тонн А сколько сможет проехать? Какое количество времени? Маршрут 20-40 километров, который в среднем в Москве Составляет даже запасов Подзаряжается, потом едет обратно То есть, нет нужды ему сделать так, чтобы он мог поехать на дачу Или еще что-либо Он едет, вот маршрут Автобус выходит на маршрут И каждый день, 15 лет Ездит по одному ту же машину Вот его работа заключается в этом И мы оценили эту работу автобуса И поэтому предложили такой концепт С быстрой подзарядкой Под этому пути идут некоторые ведущие производители Автобусов в Европе В настоящее время Но плюс в чем? В России в том, что у нас есть Тяговые подстанции Которые могут быть использованы для зарядки Подключения зарядной станции, электробус Это очень важно В других городах Китая, Европы, Америки Такого нет, как правило А в России очень много Эта практика идет в советских времен Города с населением выше 100 тысяч человек Появлялись троллейбусы Полмиллиона трамвайов Миллион метро Таким образом Подвижной состав пассажирский Наполовину был электрический Наполовину дизель Скажите, а вот указано, что работает минус 45 То есть он все учеты климатические Лето жаркое у нас Это мы разработали эти аккумуляторы И производим Мы Московская инженерная компания Производим этот аккумулятор Здесь же Да, мы учли эти все нюансы Особенности холодного климата в России Минус 30 Они могут заряжаться даже Без системы термостатирования Системы термостатирования могут заряжаться от минус 45 И эксплуатироваться в этом климате Мы опробировали эту технологию в Туле На 13 машинах Троллейбусы с большим автомобилем Электробусы с динамическим подзарядом В городе Гродно для Белоруссии 5 машин В городе Санкт-Петербург 10 машин То есть это опыт у нас фактически Три года уже прошло Четвертый год пошел в Туле Мы убеждены В своих аккумуляторах и батареях Что они прослужат в нашем климате достаточно долго Там не электробусы? А какие там машины? Электробусы с динамической подзарядкой То есть именно такие, как Вы предлагаете для Москвы? Они могут подзаряжаться от троллейбусных линий Это троллейбус наполовину, наполовину электробуса Здесь уже совершенная более машина Более инновационная, более технологически совершенная На конечных остановках быстро Подзаряд и все Но это соответствует требованиям тем, которые заявляет сейчас Москва Они же там, да, техническое задание подходит, да, в принципе? Да, мы стараемся Вы же готовы запустить его в Москве, да, тестировать в ближайшее время? Да, он как раз находился в Филевском парке на испытаниях, на эксплуатации Мы его привезли сюда, продемонстрировали То есть он уже выезжал на улицу? Да, он ездил Но без пассажиров пока, да Но планируется в ближайшее время с пассажирами А когда именно? Приходите Я думаю, что через неделю три